В год юбилея победы В длинах ННГУ они получают особый смысл. На торжественной встрече 5 мая ветераны, ученые и студенты вуза вспомнили университетский опыт военного времени. Конечно, университет – это те преподаватели, которые продолжали учить студентов в тяжелых условиях. Безусловно, это те девушки, которые остались и копали эту мерзлую землю в октябре месяце, ноябре месяце 41-го года. Безусловно, это те научные работники, которые думали, как восстановить лампочки, например, была такая задача, и многое-многое другое. Вот университет – это полноправный участник этих действий. И университет – это тоже юбиляр. Мы тоже эту победу приближали как могли. Среди сотрудников ННГУ немало ветеранов военных конфликтов разных лет. Эдуард Бориевич Гореев выполнял боевые задачи на Черноморском, Тихоокеанском и Каспийском флоте в конце 60-х. С годами его преданность Родине только крепче. Он считает, это главное, чему учит нас День Победы. Самое главное, хоть частицу чего-то они увидят. И душой, может быть, поймут, что Родина, она единая, и мама, как говорится. Любовь к Родине – это не деньги. Это потребность души человека. Надо жить своей Родиной. И в трудное время, и в хорошее. Помогайте становиться лучше. Студенты Института военного образования ННГУ имени Лобачевского еще на подступах к армейской службе. Но их участие в празднике не менее важно. Именно к молодым людям в форме прежде всего обращены слова ветеранов. Желаю вам счастья, мира и добра. Надежды, что никогда наш народ, если ему задержаться, не поддастся никому. Очень правильно настроены и патриотически в правильном направлении воспитаны молодые люди, которые целеустремленно занимаются, которые постигают все азы военного дела. И которые уже по моим выпускникам, первым 7 офицеров я выпустил за последние годы. И я уже вижу, что они достаточно скрупулезно, достаточно целенаправленно занимаются. И несут службу, и выполняют сложные задачи как за рубежом, так и внутри страны. То, что ты представитель великой державы, которая добывала победу, это и ответственность, с одной стороны, и честь. Ну и особенно в рамках той ситуации политической, которая сейчас. Никита Лебедев получит погоны через два года, когда закончит магистратуру. Но история армии по-своему уже часть его личного опыта. Никита увлекается моделированием военной техники. И это не игрушки. На создание одного образца уходят месяцы. Допустим, если взять самолет, дорабатывается кабина мельчайших подробностей. То есть, если вы посмотрите, все рычажки видны, все в цветном виде сделано. Вообще много работы кропотливой, все сделано с душой. А что касается именно меня, я начал заниматься после того, как узнал, что у меня прадед все-таки летчиком был. Он полковником авиации был, защищал небо Ленинграда. Мне стало интересно. Я начал разбираться в этом вопросе, собирать его самолеты, на которых он летал. Ну и пошло-поехало. Собственно, я в этом уже деле пять лет. Ну, как бы это невозможно остановить, это надолго до старости. Вот в этих моделях старых, это память, тут вложена именно суть. Собираешь самолет, прочитываешь дневник летчика, переживаешь. И переживаешь им, ты им становишься. Ты садишься в эту кабину пилота, ты переживаешь смерть его сотоварищей. И это очень влияет. Ты уже по-другому смотришь на эти события. По словам преподавателей в военной форме, университет дает умения, необходимые каждому гражданину. Способность учиться, справляться с поставленной задачей и применять полученные решения на благо своей страны. Субтитры создавал DimaTorzok